Седан. Традиционно популярный у нас тип кузова. Как среди бюджетников, так и среди премиального сегмента. Причем последние, как правило, предлагают только четырехдверные версии. Зато обновление не редкость. Рассмотрим три седана D-класса, официально представленных в России совсем недавно. Первая новинка из Кореи. Genesis G70. Под капотом. Двухлитровый бензиновый турбомотор с непосредственно впрыском. Мощностью 197 лошадиных сил. Время разгона до сотни 8,4 секунды. Коробка передач, восьмиступенчатый классический автомат. Привод полный. Клиренс 150 мм. Базовая комплектация включает датчики света и дождя, бесключевой доступ, электрорегулировку водительского сидения, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система с навигацией. Цена стартует с отметки 3 миллиона 100 тысяч рублей. После рестайлинга базовым двигателем для Audi A4 стал бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает примерно 9 секунд. Привод передний. Коробка передач, семиступенчатый робот S-троник. Дорожный просвет 140 мм. В списке стандартного оснащения. Парктроники по кругу, камера заднего вида, система старт-стоп, климат-контроль. Цена от 2 миллионов 900 тысяч рублей. И, наконец, еще один немец, сменивший поколение Mercedes-Benz C-класса. Под капотом полуторалитровый бензиновый турбомотор на 150 лошадей. Разгон до сотни укладывается в 8,6 секунды. Привод задний. Коробка передач, девятиступенчатый автомат. Клиренс 130 мм. В базе предусмотрены спортивные сидения, система автопарковки, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, мультимедиа с голосовым управлением. Цена от 3 миллионов 660 тысяч рублей. Все трое сильные игроки со своими преимуществами. Audi доступнее всех, но и комплектация на фоне остальных довольно аскетичная. Genesis дороже, зато уже в базе мощный мотор и полный привод. Конечно, все это есть и у немцев, но ближе к топовым исполнениям. Mercedes сочетает классический задний привод и новейшую электронику. Ценник, как обычно, гуманным не назовешь. Что интересно, все три модели также выпускаются в кузове универсал. Однако лишь Audi решилась привезти официально в Россию такую версию, да и то скорее для полноты линейки. Ничего не поделаешь. Особенности национального рынка. У нас приобретают либо седан, либо кроссовер.